Внимание! Подобное видео о коронавирусе вряд ли вы найдете в интернете. В нем вы не услышите о том, как все плохо, в каких странах уже обнаружили вирус и какое реальное число погибших. В нем вы услышите правду, о которой мало кто догадывается. Так что настоятельно рекомендуем досмотреть это видео до конца. Итак, что вам нужно знать о коронавирусе? Ничего. Вам нужно знать лишь то, что чем больше вы о нем знаете, тем хуже для вас. Вот такой вот парадокс. Вы не задумывались, почему люди никогда не страдают от чрезмерного веселья и счастья, а вот от депрессии и болезней постоянно? Дело в том, что психика человека так устроена, что она в сто раз сильнее реагирует на негативные события, чем на позитивные. Информация о некоем смертельном коронавирусе настолько всем интересна, что люди большую часть своего внимания сосредоточивают именно на нем. И лишь малую часть своей энергии направляют на действительно важные вещи, такие как счастье, здоровье и саморазвитие. Более хитрые люди, наблюдая эту картину, не упускают возможности хайпануть на этом событии и, соответственно, заработать. Многие, поддавшись панике, начинают активно сплетничать об этом. Они делают это неосознанно и даже не подозревают, что всем этим делают еще хуже себе и окружающим. Таким образом, негативный слой поглощает все больше и больше людей, поэтому 90% населения на планете живет в мире болезней и страданий. Такими особенностями человеческого восприятия активно пользуются средства массовой информации. В информационных программах вы редко услышите хорошие новости. Обычно делается так. Берется какой-нибудь негативный факт, раскручиваются, всплывают новые подробности, все это смакуется и всячески драматизируется. По тому же принципу преподносятся и прочие негативные новости. Катастрофы, стихийные бедствия, террористические акты, вооруженные конфликты и так далее. Обратите внимание на одну закономерность. События развиваются как по спирали. Сначала идет завязка, затем раскрутка, все больше нагнетается напряженность, затем кульминация, эмоции уже пылают вовсю и, наконец, развязка. Вся энергия распыляется в пространство и наступает временное затишье. Давайте рассмотрим механизм раскрутки вышеупомянутой спирали. Сначала человек сталкивается с фактом, который теоретически может его взволновать. А может и нет. И так выходит новость о смертельном вирусе в Китае. Это первый толчок. Если новость трогает человека, он начинает отвечать на воздействие, выражает свое отношение, переживает, а значит, излучает в ответ энергию того же порядка, что и первый толчок на той же частоте. Данный человек, как и тысячи других, ответил негативному событию своей заинтересованностью и участием. Излучение вошло с ним в резонанс, а значит, энергия его увеличилась. Средства массовой информации продолжают свою кампанию. Человек с заинтересованностью следит за развитием событий и впускает в себя негативную энергию. Далее вовлекается в игру пока что в качестве стороннего наблюдателя. На первый взгляд ничего особенного не произошло. Обычное дело. Что с того, что человек отдал часть своей энергии эпидемии? Это практически не отразилось на его здоровье. Однако на самом деле, излучая энергию на частоте негативного события, человек переходит на линии жизни, где подобные события происходят все ближе к нему самому. Человек принимает участие в завязке и оказывается в зоне действия спирали, которая раскручивается и втягивает его в себя подобно воронке. Далее взаимодействие становится все тесней. Человек уже принимает упомянутое событие как неизбежную часть своей жизни. Его внимание начинает работать избирательно. Везде ему попадаются новые факты о числе погибших и о вспышках вируса в разных странах. Человек обсуждает эти новости со своими знакомыми и близкими, получает от них отклик в виде интереса и сочувствия. Энергия вируса растет, а человек все ближе по частоте своего излучения к линиям события, где он уже не сторонний наблюдатель, а непосредственный участник. Вывод со всего сказанного таков. Средства массовой информации очень быстро распространяют вирус. Люди неосознанно им в этом помогают, и число жертв начинает расти в геометрической прогрессии. В Китае уже всерьез обеспокоились тем, что другие страны чересчур драматизируют ситуацию, запугивают людей недостоверными фактами и фейковыми новостями о коронавирусе. Это и неудивительно, потому что каждый человек или определенная структура действует только в собственных интересах. Они озабочены поднятием рейтингов и собственным обогащением. Может, вирус запустили специально? Возможно, здесь даже замешаны спецслужбы и преследуются политические интересы. Мы этого знать не можем. Но то, что такие методы вредят всему человечеству в целом, это очевидно. А теперь давайте подробно раскроем историю болезни на примере обычного гриппа. Главная причина заболевания – это ваше добровольное согласие на участие в игре под названием «Эпидемия». Начинается все со слухов, что эпидемия гриппа уже где-то буйствует. Всем нормальным людям известно, что грипп легко передается воздушно-капельным путем. Следовательно, вы, как всякий нормальный человек, вполне допускаете мысль о том, что это с каждым тоже может случиться. В голове сразу же прокручивается кино. У вас температура, вы чихаете и кашляете. Все. С этого момента вы уже в игре, потому что излучаете энергию мыслей на частоте негативного события. Вы подсознательно уже ищите подтверждение того, что эпидемия наступает, и внимание начинает работать избирательно. Кругом попадаются чихающие люди. Они и так всегда есть, просто раньше вы не обращали на них внимания. На работе и дома время от времени кто-нибудь заводит речь на эту тему. Ваше предположение о том, что эпидемия наступает, находит новое подтверждение. Даже если вы специально не ищите подтверждение, тема вас не особенно волнует. Оно происходит как-то само собой. Если вы с самого начала игры настроились на частоту вируса, ваша привязка к нему будет все сильней, независимо от сознательного участия. Ну а если вы не прочь поболеть или настроены обреченно, значит вы уже являетесь наиболее активным приверженцем болезни. Или нет, решили не болеть и внушаете себе, что абсолютно здоровы и не заболеете. Ничего не выйдет. Вы думаете о болезни, значит излучаете энергию на частоте болезни. Направление мыслей за или против нее не имеет значения. Другими словами, если вы пытаетесь себя убедить, что не заболеете, то изначально допускаете такую возможность, и никакие уговоры не помогут. Слова, произнесенные вслух, просто сотрясение воздуха. Слова про себя вообще ничто, а вера. Это мощная энергия, хоть ее и не слышно. Вы не спасетесь, даже если побежите делать прививку. Все равно свое отболеете в той или иной форме. Первый симптом болезни ставит вас перед выбором. Будете ли вы в конце концов болеть или нет? Вы слабо сопротивляетесь и смиряетесь с болезнью. Это вносит окончательную коррекцию в ваше излучение, и вы переходите на линию жизни, где болезнь идет по полной программе. Индуцированный переход начался с момента принятия информации о вирусе. Если вам действительно наплевать на эту эпидемию, перехода не будет. Или если вы в отпуске, ни с кем не общаетесь, новости не слушаете, и об эпидемии ничего не знаете, грипп вас не тронет. Вы не задумывались, почему врачи не заражаются от больных? Многие даже смело работают без повязок. Это не потому, что они делают себе прививки. От всех болезней не привьешься. Дело в том, что врачи тоже активно играют в игру эпидемии, но вот роль им отводится совсем другая. Они не активные игроки, они сторонние наблюдатели, но речь сейчас не об этом. Друзья, мы рассмотрели вопрос об эпидемии коронавируса как глобальной тенденции, а не как отдельных случаев. Если кто-то не верит в сказанное, не верьте. Никто не доказывает вам, что, дескать, никакого вируса нет, а есть только излучение мысленной энергии на чистоте болезни. Просто в таких случаях старайтесь включать критическое мышление, а не идти на поводу у толпы. И не следует возводить в абсолют ни одну идею. Можно лишь принимать к сведению закономерности. А истина, она всегда где-то рядом, но где точно, неизвестно. Но команда Инстардинг проверена, чтобы не болеть, вам нужно меньше смотреть новости и обсуждать болезни. Вам нужно большую часть своей энергии направлять на полезные и позитивные вещи. Ведь здоровые люди — это прежде всего счастливые люди. Чаще смотрите такие каналы, как наш. Слушайте только позитивную музыку и смотрите веселые фильмы. Читайте только полезные книги и общайтесь с позитивными и целеустремленными людьми. Если это видео действительно было вам полезным, поделитесь им с друзьями, подпишитесь на наш канал Инстардинг, нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить, и обязательно поставьте лайк. Желаем всем здоровья! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова